В древние времена Когда небо было круглым А земля квадратной Различали на ней восток, юг, запад и север Восемь гигантских столпов Удерживали над землей небесный свод Повелителем всего сущего Был желтый император Главный небесный владыка Небо и землю соединяла тогда лестница Дзяньму По ней люди могли подняться на небеса А боги спускались в мир людей Однажды злой дух по имени Чи Ю Подбил людей восстать против небесной власти Чи Ю вступил в жестокую схватку С желтым императором И проиграл Но императору надоело властвовать И он передал бразды правления правнуку Владыке севера по имени Джуань Сюй Став верховным небесным владыкой Джуань Сюй Очень заботился о соблюдении порядка и ритуала К северной стороне небосвода Джуань Сюй прикрепил солнце, луну и звезды Так небо и земля обрели совершенно новые очертания Новый властитель задумался о причинах людского бунта И решил Дело в том, что между миром смертных и миром небожителей нет границ Тогда по его повелению великие духи Чун и Ли Перекрыли пути, связующие небо и землю Под строгой властью Джуань Сюя воцарился мир Но не всем нравились эти суровые порядки Божество воды Гунгун замыслило свернуть Джуань Сюя И захватить небесный трон В этой войне вместе с Гунгуном сражались его сановники Сян Лю и Фу Ю А за Джуань Сюя воевали его сыновья И ближайший помощник божество Юй Цен В жестокой битве на земле и на небе Противники приблизились к одному из небесных столпов Горе Буджоу Долго никто не мог одержать верх Поняв, что победы не будет Гунгун в гневе ударился головой о гору И Буджоу раскололось От гигантского сотрясения трещины пошли по всему миру На северо-западе, утратив опору, рухнула часть небосвода Солнце, луна и звезды начали движение С тех пор ночь стала сменять день А на юго-востоке в глубокую впадину устремились воды всех рек Впадая в восточное море Стрелок Хоуи поразил своими стрелами девять солнц Упав в море, они превратились в подводные горы Так обрели свой вид и небо, и земля Так началась древняя цивилизация Китая С ее бескрайними просторами, тысячелетними традициями, богатой историей и вечным процветанием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...